Пристальное внимание Уфас по Самарской области в этом году было приковано к проведению догазификации в регионе. Согласно указу президента Владимира Путина, граждане имеют право обратиться к газораспределительным компаниям с просьбой присоединить их дом к газопроводу, если он есть в их населенном пункте. Газификация проводится по социальным ценам. Процедуры, сроки ее проведения и порядок упрощены. Некоторые жители региона жаловались в Уфас на немотивированный отказ в догазификации, нарушение срока в предоставлении услуги, недостаточное информирование. По вопросам взаимоотношений с системами монополий в службу поступило 832 обращения. Как итог, антимонопольная служба выписала штрафы нарушителям на общую сумму 8 миллионов рублей. Это очень хорошая история. И ответственность за нарушения тоже суровая, достаточно предусмотрена, потому что это серьезно стоит на контроле во всех государственных органах, обладать жильем и отапливаться дровами. В наше время, конечно, это странно при наличии газа в этом населенном пункте. Жаловались жители и на наружную рекламу. К примеру, одна из фирм разместила на баннере портрет Иосифа Сталина в солнечных очках. На это обратил внимание сотрудников антимонопольной службы один из самарцев. Он счел использование образа известной личности карикатурным и оскорбительным. Мы считаем, что да, возможность мемов, она возможна, а его можно использовать в соцсетях, наверное, в различных каких-либо закрытых, так скажем, обществах, где это приветствуется, обсуждается и так далее. А речь идет о продвижении товара. И в законе о рекламе прямо указано, что незакон не отпускает привлечение интереса к товарам с целью их продажи и последовательно описанных в каких случаях. Экспертный совет при комиссии о рекламе вынес решение о нарушении. С жалобой в Уфас обращались и представители автоваза. Они обратили внимание службы на фирму, которая без разрешения использовала их логотип для продажи авто. Но иногда антимонопольная служба учитывает текущую ситуацию и не выписывает предписания об устранении штрафов, особенно в ситуации экономических санкций, когда участник не может поставить заказчику товар либо исполнить контракт в связи с прекращением поставок комплектующих или запчастей из-за границы. Заказчик может принять это как объективную информацию, и тогда исполнители не включают в реестр недобросовестных участников рынка. Виктория Шарая, Константин Головин, События.